Всем привет. Фестиваль TechTrain продолжается и следующий доклад у нас будет про то, как видят зеленые роботы, они же андроиды, что такое андроид-камера и все-все-все об этом. С вами Владимир Иванов. Я работаю в компании Тинькофф и некоторое время назад занимался очень много мобильными технологиями и хочу сегодня представить вам Дмитрия, который расскажет нам как раз про роб-камеры. Дим, привет. Привет, Вов. Очень рад тебя видеть сегодня в эфире. Дима был у нас гостем в подкасте Mobile People Talks какое-то время назад. Я думаю, что мы потом в чатике какие-нибудь дадим ссылочку. Послушайте Диму еще. Хочу сегодня начать с простых вопросов. Дим, давай немножко обсудим. У тебя доклад про камеру, но мобильные разработчики, они обычно пишут всякие вот такие интерфейсы, которые просто потребляют JSON-сервер и потом показывают это на экран мобильного приложения. Расскажи, пожалуйста, как тебя угораздило не упасть вот в эту рутину, а заниматься такой интересной штукой, как камера? Слушай, ну, конечно же, само собой я начинал с интерфейсов, со всяких JSON-ов, но, видимо, у меня это плохо получалось, я не знаю, но меня больше понесло в сторону кого-то хардкора с камерой, с обработкой, с нативом. Вот, поэтому я здесь, и мне это нравится. Классно. Подскажи, пожалуйста, вот какой самый большой челлендж в занятии именно камерой? Потому что обычно там это какие-то out-of-memory или, не знаю, там какие-то библиотеки или проблемы со сборкой grid-la. А вот какие челленджи именно в работе с камерой под Android? С камерой, ну, это мы сейчас еще будем обсуждать некоторые челленджи. Основной в том заключается, что очень много вендоров, и у каждого вендора может отличаться API, и камера может работать по-разному, и поэтому довольно-таки трудно адаптировать, чтобы это хорошо работало в Prode у всех. Ну, и, само собой, телефоны очень разные по мощности, если мы говорим про обработку, да, то есть есть какие-то флагманские устройства, но в то же время, то есть телефоны вышли в один и тот же год, допустим, в этом году, в 2021, но они очень сильно отличаются по производительности, и то есть нам нужно это учитывать и поддерживать. Разные. То есть нужно иметь 200 девайсов под рукой, чтобы на всех проверить? Ну, да, или хотя бы какие-то крайние случаи иметь в виду, что в отличие, естественно, от iOS, где в этом плане тоже проще, что можешь рассчитывать, что у пользователя будет мощный телефон. Я понял, хорошо. Почему вообще стоит заниматься вот именно таким разделом мобильной разработки, как работать с камерой? Мне кажется, это важно, и сейчас эта область, я думаю, что она еще будет развиваться и расти, потому что, ну, если посмотреть на то, как человек воспринимает информацию, то, наверное, там процентов 80 где-то я читал, что это поступает к нам через зрение, через зрительную информацию, и чего нельзя сказать о наших устройствах. И вообще, ну, хотелось бы, чтобы телефон понимал, воспринимал мир вокруг нас тоже через зрение. Это было бы полезно и удобно. То есть хочется, чтобы телефон был таким помощником, который помогал бы видеть больше, видеть лучше, видеть дальше и, не знаю, видеть умнее, правильно? Да, это, ну, и плюс того, чтобы он еще понимал контекст, в котором ты находишься, то есть, возможно, адаптировался и понимал вообще, что происходит вокруг тебя. Помогал более умно. Хорошо. Дим, спасибо большое за это вступление. Я думаю, что я передам тебе слово сейчас, и мы перейдем уже к самому докладу. В течение всего доклада, уважаемые зрители, пожалуйста, задавайте свои вопросы в чате, не забывайте хэштег question, и тот, кто задаст самый классный вопрос, сможет получить возможность выиграть билет на одну конференцию в следующем сезоне, но для этого нужно не забыть хэштег, и итоги этого конкурса мы подведем 20 сентября. Пишите свои вопросы в чате и поехали. Да, спасибо, Вов. Давайте начинать. Итак, доклад называется у нас про борьбу за фпс, про андроид-камеру. Меня зовут, как меня уже Вова представил, Дмитрий, и поехали. Кто такой вообще этот Дмитрий? Как я уже слово обсудил, я давно занимаюсь андроид-разработкой, но в последнее время меня увлекло именно работа с камерой, с нейросетями, с обработкой изображений. И несколько последних проектов, над которыми я работал, это был Радар, это умный видеорегистратор, который, помимо того, что он, ну, как обычный видеорегистратор, записывает какое-то видео, как вы едете по дороге, он еще распознает знаки в реальном времени, и, во-первых, он может вас предупредить, если вы, допустим, превышаете скорость, ну и просто там эти знаки вводятся, да, что у вас впереди будет лежачий полицейский, и еще что-нибудь такое. А во-вторых, он это все сохраняет на сервере, на сервере получается такая обширная база знаков, и видеорегистратор вас может предупредить о каком-то знаке, даже если вы едете там в плохую погоду, в туман, в дождь, и там ночью, и этого знака он не смог распознать с камерой, но он все равно вас предупредит. Вот. Следующее приложение, в котором я работал, это был фоторедактор, который называется DeepTH Up от слова Depth английского. Здесь идея заключалась в том, что мы берем абсолютно любую фотку с телефона, не обязательно, чтобы она была снята там с двумя камерами, это обычное самое изображение, и с помощью нейросети мы предсказываем глубину до каждого пикселя, и таким образом у нас получается некоторая 3D-сценка, по которой мы можем либо сделать пост-рефокусировку, то есть у нас был фокус на ближнем объекте, мы можем его заблюрить, сместить как бы фокус на задние объекты, либо даже мы можем, так как это полноценная 3D-сценка, мы можем ее как-то покрутить, поанимировать, обязательно скачать и попробуйте, как это выглядит. Про все эти проекты мы будем еще упоминать в течение доклада, как там и что работает. Следующими проектами были это Selfix, приложение для, опять-таки, фоторедактор, и TabScanner, у которого даже приличное количество скачиваний, в котором с помощью нейросетей выполняется в реал-тайме, то есть вы наводите на документ, и у вас подсвечиваются границы документа, как он будет обрезан, чтобы заранее понимать результат. И сейчас в данный момент я работаю в Яндексе, в команде переводчика мобильной, занимаюсь разработкой Android-приложений, и здесь вот на скрине вы можете видеть, что вроде как коробка от NVIDIA, но на коробке от NVIDIA есть все надписи на английском, а здесь и не на русском. И вот здесь даже получилось неплохо скрыть, что текст не на том языке. Вот здесь некоторые артефакты заметны, но мы над этим работаем. Если не пользуясь Яндекс-приложником, скачайте, посмотрите, как это, опять-таки, работает. И давайте поговорим, зачем вообще можно и нужно слушать мой доклад, какая от него будет вам польза. Во-первых, я постараюсь накидать некоторых ключевых слов, чтобы знать, если вы столкнетесь с своей работой в своем приложении, захотите это добавить, чтобы знать, как дальше гуглить, потому что когда я с этим разбирался в каком-то одном месте, какого-то одного обзора, этого не было, и приходилось долго-долго это все искать, пробовать. Опять-таки, поделюсь опытом, что зашло, что не зашло, так сказать, что сработало, что себя как показало. И как план-максимум у меня это замотивирует, заинтересовать вас, может быть, добавить какую-то умную фишечку с камерой в ваше приложение, подумать, как сделать жизнь ваших пользователей получше, поинтереснее. Итак, план на сегодняшнее выступление. Сначала я сделаю небольшое предупреждение, потому что то, что мы будем говорить дальше, это может быть опасно для ваших пользователей, для вашего приложения, бизнеса. Затем посмотрим, какие у нас есть варианты API, то есть что нам дает Android для работы с камерой. Поговорим немножко теории про форматы изображений, потом поговорим про технологии и про железки, которые нам позволяют обрабатывать картинку на телефоне. Немножко затронем нейросети, как их запускать на телефоне и поговорим про отрисовку результата, конечный результат. А пока я попрошу Вову закинуть в чатик опрос. Давайте узнаем, как много из нас вообще уже имеет, возможно, какие-то фишки, связанные с камерой. А кто, может быть, только планирует или вообще не планирует. Итак, предупреждение. Чтобы после этого доклада ваше приложение стало выглядеть так, как на скриншоте или вот так. Поэтому не делайте простую вещь сложными инструментами. Если вам нужно всего лишь снять фото или получить видео, и это не основная функция вашего приложения, то есть пользователь может быть раз в год вообще воспользоваться, может и не воспользоваться, то сделайте это лучше через интент. Вот, Action Image Capture. В чем плюс этого подхода? В том, что пользователь уже знаком со встроенной камерой. Сто процентов он ей пользовался, он знает какие там кнопки. Следующий плюс в том, что от вендора там могут быть какие-то пост-обоработки и фотка получится получше, чем если вы ее сделаете в своем приложении без всяких там наворотов. И это наиболее протестированный вариант. То есть это почти гарантированно в андроиде. Ничего, наверное, не может быть на сто процентов гарантированно, но наиболее протестированный вариант, он хорош. Следующий вариант. Если в вашем приложении пользователь довольно-таки часто должен сделать какие-то снимки, предполагаю, например, какой-нибудь дейтинг-приложение, то, возможно, вам дизайнер скажет, что предыдущий подход не работает. Хотя вот в Яндекс.Картах он используется. То есть по интенту я могу добавить фотку в отзыв на Яндекс.Картах. Но, предположим, дизайнер говорит вам, что кнопки должны быть в цвет, что там должны быть особые иконки, и что у пользователя не должен прерываться опыт, он не должен выходить из вашего основного приложения. Тогда пойдите, возьмите какую-нибудь Либу с Гитхаба, с кучей звездочек. Это будет протестированный вариант. Будет кому пожаловаться, если у вас какие-то баги, и, скорее всего, если вам повезет, то вы эти баги будете находить не первыми, а кто-то их уже найдет и исправит. И также можно к плюсам отнести, что у кого-нибудь Либу с Гитхаба может быть сразу встроены какие-то постобработки, допустим, обрезка, допустим, повороты, все такое. И следующий вариант. Если вам нужно более глубоко интегрироваться, чем позволяет какая-то Либу с Гитхаба, какой-то конкретный юзкейс я даже не могу назвать, наверное, сходу, может быть, если вам нужно записывать видео какое-нибудь там, опять-таки, в дейтинг-приложении, к примеру, то вам может понадобиться работать напрямую с приложения с камерой, то попробуйте лучше сначала поработать с камерой X. Не кидайтесь сразу в голой API. И я вот здесь написал некоторый списочек того, что можно поделать лучше, чем… как провести время лучше, чем заниматься работой с голой API. И вот здесь я попрошу напрячь ваше воображение и представить скиншот вашего приложения, в котором сломалась камера. А это вполне может случиться, если вы недостаточно уделите этому времени. Итак, немножко резюмируя. Не стоит сразу браться за камерой API 1 или 2, если в вашем приложении это не основная функциональность, и вы не планируете потратить кучу времени на реализацию этой фичишки. Что может пойти не так? Во-первых, у вас могут приходить крыши какие-то, которые вы не можете воспроизвести у вас на устройстве. Они, в принципе, там даже не появятся, потому что может быть какой-то косяк вендора, определенного, и действительно будет не работать только на одном конкретном каком-то телефоне. А еще хуже может быть, если вам не будут приходить крыши, и функционал просто тихонько отвалится, и пользователь не сможет воспользоваться им. Например, у меня так было с приложением каршеринга. Я приехал в Москву, хотел покататься. Открываю приложение каршеринга. Нужно регрессироваться, приложить фотку прав и паспорта. Ну, я не могу этого сделать, потому что там просто какой-то фарш вместо картинки, и, в общем, неюзабельно. Итак, после того, как я вас предупредил, и вы будете действовать осторожно, стартуем. Сначала поговорим про то, что нам дает Android, чтобы вообще воспользоваться камерой. Испокон веков, из самых первых версий Android, у нас есть первая камера API. Она гораздо проще и понятнее, чем вторая камера. Она более-менее стабильная. Она дает нам кадры для обработки в понятном для нас формате, в понятном контейнере, то есть в виде просто массива байт Явовского. И, как такой некоторый показательный момент, что Telegram до сих пор использует камеру API первая. Недавно у них было в контесте, что давайте затащим вторую или давайте затащим камеру X. Там были посылки, но никто не справился, потому что оно что-то там крэшит, и, в общем, так и не затащили вторую камеру в Telegram. Из минусов, наверное, можно отнести то, что оно не дает напрямую кадры в OpenGL. И вот в приложении как раз видеорегистратора, когда я на него пришел, на этот проект, там была некоторая проблема с тем, что кадры, они брались через массив байт, мы их получали. Затем мы закидывали их в нативную часть. Там на OpenCV-шке дорисовывалось текущее время, дата. Что делать обычно? Регистратор скорость, местоположение, логотипчик, конечно же, этого видеорегистратора. И затем вот эта дорисованная картинка, она скабливалась к кодеку, который мы опять-таки с собой тащили на плюсах, и кодировалась уже в файл видео. В чем был минус? В том, что телефон, это сильно довольно-таки нагружало, телефон начинал тротлить, особенно когда он закреплен на лобовом, стекле, и летом жарко от солнца, так еще и изнутри он нагревается. Из-за этого видео получалось битым, покоцанным, и вообще могло прерваться. И когда я пришел, я переводил это на камеру 2. Сейчас расскажу, в чем были плюсы от перехода. Пока совет небольшой по камере первой, это посмотреть и воспользоваться вот этим методом, ADD Callback Buffer. Им вообще пользоваться не обязательно, то есть у вас заработают без него, но с ним будет лучше, если вы заранее камере дадите несколько преаллоцированных массивов байт, скормите туда, и камере не придется самой создавать буферы, и это повысит производительность. Также после того, как вы обработали буфер, его нужно обратно скормить этому методу, чтобы он его переиспользовал. Итак, по второй камере. Начнем с небольшого плюса, что она может давать сразу в OpenGL текстуру, удобно. И в видеорегистраторе я как раз таки так и сделал, что камера у нас рисует в OpenGL. OpenGL-ем же накладывается текст, накладывается логотип, скорость, координаты. И так как это уже находится в нативной части, в однородной части это очень легко передать в стандартный медиарекордер, который, уже используя хардвардные всякие ускорения, может кодировать видео более эффективно. Что это позволило сделать? Это действительно получилось. Снизить нагрузку на телефон, и он стал меньше троттлить, видео стали получаться более стабильными, и вообще пользователи были бы счастливы. Что можно посмотреть по теме камеры второй? Во-первых, могу порекомендовать глянуть OpenCamera проект. Он странный в том плане, что он хранится почему-то на SourceForge, а не на GitHub, но в остальном он довольно-таки полезный. Там есть что посмотреть, что почерпнуть, как работать с камерой. Хоть и громоздко. Также можно порекомендовать посмотреть WebRTC проект. Это гуловый для видеозвонков протокол. И там в сэмплах для Android они как раз используют вторую камеру. Тоже можно глянуть. Кажется, это довольно-таки протестированное решение. И вот, например, Telegram. Они просто скопировали, как они любят всегда это делать. Просто скопировали код WebRTC к себе, и можно в том числе посмотреть в Telegram, как работает, и это именно вторая камера. Она только для видеозвонков получается. Еще что оказалось мне удобным в работе со второй камерой, это объявить такую машину состояний, потому что вторая камера, в отличие от первой, она вся построена на callback. То есть для того, чтобы нам открыть камеру, нам нужно дождаться трех callback последовательно, при этом еще что-то там делать. При этом у нас в любой момент может вылезти какая-нибудь ошибка посреди. И это само по себе сложно, но нам еще нужно это синхронизировать с жизненным циклом нашего приложения. То есть у нас, допустим, там что-то повернулось, либо у нас сменились какие-то параметры, и нам уже нужно с другим разрешением, например, снимать. И в таком случае удобно сделать стейп-машину и в явном виде прописать все переходы. Например, вот у нас изначально камера находится в состоянии покоя, мы вызвали метод open, он у нас перешел, и open мы вызываем с параметрами, то есть у нас они на протяжении открытия камеры нам несколько раз понадобятся, могут понадобиться эти параметры, такие как разрешение экрана, количество FPS и так далее. И мы их не теряем, например, при повторной попытке. То есть у нас камера может с первого раза не открыться, но если захотим сделать это повторно, параметры не потеряются. Это для себя я нашел удобно. Возможно, вы тоже это зацените. И следующее, что сделал Google после того, как сделал камеру вторую, он понял, что это получилось очень сложным, так как вторая камера, она была призвана расширить функционал первой, но она настолько расширила, она получилась настолько абстрактной, что она на самом деле может все и не может ничего. И Google сказал, что давайте еще одна API точно решит проблему. У нас двух мало, третий выкатим, будет хорошо. И на самом деле иногда и изредка, по крайней мере, как они показывают, что она на самом деле что-то умеет. Например, у некоторых телефонов у нас, у нас по две, по три камеры, и в стандартном приложении они умеют с двух этих камер получить как-то глубину, сделать какой-то эффект портретный. И камера X для некоторых телефонов, там можно на сайте посмотреть довольно-таки большой список, на чем они тестируют, на чем это работает, она может использовать такие вот нативные фишечки, использовать не только один сенсор, но несколько. После того, как мы поговорили про то, как нам Android дает доступ со стороны API, давайте поговорим про то, как мы со своей стороны можем получать кадры. И здесь речь идет именно про обработку данных с камер. То есть если вы хотите вывести превьюшку, то для этого, само собой, есть стандартные средства. Если вы хотите записывать видео, то для этого тоже есть медиарекордер, который вы подсовываете в камеру, он записывает. Мы говорим именно про обработку изображения, про какие-то вычисления. Итак, для первой камеры API мы поняли, что там все просто и понятно. У нас есть callback, который вызывается, в который передается просто массив байт уже в готовом виде, и там гарантированно передается формат NV21. То есть мы берем и вообще ни о чем больше не думаем, сразу и радостно его используем. Во второй камере все несколько сложнее, потому что там таких callback'ов нет. Вторая камера, она может рисовать только на Surface, и вот Google предлагает, чтобы получить данные Surface, использовать ImageReader. То есть мы его отдаем камере, камера рисует на Surface ImageReader, ImageReader уже нам вызывает callback, в котором говорит, что ему пришло. В чем проблема? Проблема в том, что этот ImageReader, он сделан универсальным, чтобы он работал не только с камерой, но еще он, допустим, может работать с медиакодеком, с медиаплеером, еще в нескольких местах, куда можно подсунуть Surface, он может там работать. И из-за этого выходной формат его, он довольно-таки абстрактный, потому что нам через него могут приходить и RGB-картинки, и вообще JPEG нам может через него уже прийти, либо нам может прийти вот интересный нам формат для обработки кадров в реал-тайме. В чем проблема? Проблема в том, что нам приходит массив из трех ImagePlane, и в этом массиве у нас, во-первых, есть байт-буфер, это указатель на нативную память в GNI, и в которой хранится, собственно, этот кадр. Затем у нас есть PixieStrike, про него чуть позже проговорим, и есть RoseStrike. Как это так происходит? В нативе система может выделить памяти больше, просто для того, чтобы для сохранения выравнивания, или просто потому, что ей так захотелось, она может выделить памяти больше, чем нужно для нашего кадра, то есть будет некоторая лишняя область. И вот эта лишняя область, то есть вот здесь наша картинка находится, а в лишней области у нас просто мусор, мы ее должны отбрасывать, и это неудобно, соответственно, для обработки изображения, и вот, собственно, этим и задается у нас Stride. Что с этим делать? Я поискал, погуглил, ничего сильно хорошего не нашел, поэтому запилил свою Либу. Заходите, смотрите на GitHub, там есть демка, там есть всякие полезные сравнения, вот, и, видимо, либо получилось полезно, ее даже в Merge или в Android Camera Samples, либо, собственно, делает то, что она из трех вот этих байт-буферов, которые нам приходят от ImageReader, с учетом всех Stride, она нам делает один байт-буфер, примерно такой же, какой нам отдала бы первая камера. Вот, заходите на GitHub, посмотрите. И еще один момент про получение кадров. Окей, мы данные от кадра получили, да, вот у нас там есть какие-то яркости, там есть какие-то пиксели. Как нам понять, что хороший кадр или плохой? Это мы можем делать по событиям состояния камеры. У первой камеры был callback autofocus move, который нам просто говорил true или false, то есть если сейчас пытается камера как-то подстраиваться, то она нам говорит, что она в процессе подстройки, если нет, то она говорит false. Проблема в том, что на разных телефонах, естественно, это работает по-разному. Где-то это вызывается там несколько раз в секунду, где-то это вообще не вызывается, и то есть в самом начале нам приходит один раз false, и в дальнейшем мы сколько бы не там водили телефонов, не меняли фокусировку, ничего не меняется. У второй камеры немножко по-другому, там нету такого callback, который нам просто говорил бы о состоянии камеры. Нам приходит метаинформация с каждым кадром. Мы можем ее запросить, и так как камера X оберкана второй камерой, мы примерно то же самое получаем в камере X. И во второй камере у нас приходят три состояния. Это состояние автофокусировки, это состояние экспозиции, это состояние баланса белого. По этим параметрам мы можем как-то подобрать. Причем, в чем на самом деле грустная немножко сторона, что на разных телефонах могут приходить callback от первой камеры, но не будут приходить callback от второй. На другом телефоне будут приходить только callback во второй камере, но не будут приходить callback в первой. Поэтому, например, в Яндекс.Переводчике нам пришлось поддерживать оба этих хайпи для того, чтобы подбирать хороший кадр. Почему это важно для Яндекс.Переводчика, я буду говорить еще позднее. И резюмируя, что у нас по камерам, по получению изображений у нас есть. Первая API, которая дает понятный формат в понятном контейнере. Вторая камера API, несколько более сложный формат. Вот, но есть замечательная библиотечка от хорошего человека, которая позволяет с этим бороться. И здесь есть еще один подвох в том, что почти всегда она дает в таком формате. Сейчас расскажу, когда она делает это не так. А пока попрошу Вову закинуть чатик, может быть, опрос про то, какой камерой пользуются наши слушатели, если у них есть эта фича в приложении. Итак, прежде чем я расскажу, почему камера вторая дает почти всегда в этом формате, нужно вообще сначала понять, что за формат такой этот UIV. Все мы знаем, привычно RGB формат, когда у нас есть три байта на каждый пиксель, по каждому каналу, красный, зеленый, синий. Все понятно. Что такое UIV? UIV вообще это, он довольно-таки старый формат и пришел к нам не из даже цифровой эпохи, то есть он был еще в эпоху телевидения. И он использует такой трюк, что у нас в глазу колбочек-палочек, которые отвечают за восприятие яркости больше, чем сенсоров, которые воспринимают цветность изображения. И поэтому наш глаз будет замечать вот эти вот более мелкие разницы в яркости, нежели в цвете. И таким образом UIV формат эксплуатирует эту фишку, фичу из нашего глаз и сохраняет яркость в полном виде. Да, то есть у нас ширина на высоту картинка. А для цветности, там это кодируется в двух каналах, цветность, он сохраняет высоту пополам и ширину пополам. И также для второго канала. Итого у нас получается, что в полтора раза меньше памяти для того, чтобы представить такую же картинку, которая для человечества глаза будет очень похожа. И таким образом мы экономим память. Почему нам важно экономить память, еще и поговорим. А теперь про формат. Первая камера нам гарантированно отдает NV21, если мы сами не попросим в каком-нибудь другом формате. Как он устроен? Вот с предыдущего слайда мы помним, что у нас есть картинка с нашей яркостью. Это Y-канал. Также у нас есть каналы для цветов. Как они устроены на уровне представления в массиве. Сначала у нас идет полностью Y-канал яркости. И если нам в принципе нужно обрабатывать черно-белую картинку и нам не нужен цвет, то мы можем брать первую вот эту часть массива, которая у нас V на H, высота на ширину байт, и следующую часть массива просто игнорировать. Если нам все-таки нужна цветность, как она составляется? Смотрите, вот здесь у нас есть какой-то голубой регион из четырех пикселей. Для каждого пикселя яркость будет своя, а вот цвет будет складываться из двух вот этих вот рядом стоящих пикселей цветности. Так как у нас они чередуются, то есть если присмотреться, то у нас тут U, через один опять U, через один опять U. И то же самое для V на H. то у нас пиксель страйд равен двоечке, да, то есть чтобы одного пикселя перейти к следующему, нам нужно сдвинуться на два байта. Вот. Это понятный хороший формат. Все замечательно. Но тут выходит вот такой вот девайс, говорит, здравствуйте. Меня зовут Blackview BV6000S. И мои разработчики прошивки умудрились, так как описание имидж-ридера довольно-таки абстрактное, то они умудрились в него подогнать под это описание другой формат, который называется i420 или просто UIV420. у которого пиксель страйд равен единичке. А это значит, что у нас по-прежнему сначала идет весь Y-канал, но в отличие от NV21 у нас потом идет полностью U-канал и затем полностью V-канал. И это проблема, потому что я ходил в DNS, замучил там консультанта. Я просил дать мне с витрины телефон, включал его, устанавливал в свою вот эту приложеньку, которую на GitHub, если вы еще не посмотрели, посмотрите. Устанавливал и смотрел. На других Blackview отдается NV21. Именно на этом отдается i420. В общем, имейте в виду. что камера вторая даже сложна в этом отношении, что она слишком абстрактная, и вот какой-то производитель умудрился налажать с этим. Что нам теперь с этим делать? То есть, окей, Дима, ты нам рассказал, какие есть камеры API. Как мы можем получить картинку, что мы в ней получим, в каком формате. Что мы теперь с этим будем делать? И для начала нам нужно понять, чем мы можем обрабатывать эту картинку. в плане физического устройства. Самое простое, естественно, это обрабатывать на CPU. У нас есть несколько производителей на текущий момент, которые устанавливаются в популярные всякие Android-телефоны. И вот Intel Atom уже, наверное, ушел на покой. Это были телефоны с x86-серкитурой, может быть, кто-то помнит. Что нам дает CPU? Он нам дает хорошую многопоточность. И еще он нам дает так называемые SIMT-инструкции. Single Instruction Multiple Data. Это когда мы можем за один тик процессора умножить не одно число на другое, а умножить сразу несколько чисел в зависимости от конкретного расширения, от конкретного процессора. Но смысл в том, что мы, допустим, 8 чисел можем умножить на другие 8 чисел за один тик процессора. И это довольно-таки сильно ускоряет. Сейчас поговорим, где. В чем особенность этого вычислительного модуля? В том, что он гораздо быстрее, чем оперативная память. То есть он может быстро считать. У него есть кэши, с которыми он может считать. Но если у вас будет часто обращение к памяти, и, например, при конвертации формата изображения из одного в другой вам нужно будет скакать по разным разделам памяти, то CPU не очень в этом хорош. И у него всего несколько ядер. Хоть они не мощные, но их чуть-чуть. Что мы можем делать? Какие могут быть задачи по обработке изображения? Во-первых, мы можем работать напрямую с UAV форматом. Если нам нужна черно-белая картинка, а на самом деле это может быть довольно-таки во многих случаях. Например, мы хотим делать трекинг, про который мы поговорим чуть позже. Либо, например, мы хотим сканировать QR-коды, штрих-коды. То нам, в принципе, не нужны цвета. Нам нужно только черно-белое изображение. Мы берем только Y-канал, первую часть массива. Остальное отбрасываем и радуемся жизни, что у нас все работает довольно-таки быстро. Но даже если нам нужны цвета, и, допустим, мы обрабатываем с помощью нейросетей, мы можем, если есть такая возможность, попросить наших нейросетевых друзей, кто это делали, переучить сеточку, чтобы она принимала на вход не RGB-картинку, как делают большинство нейросетей, а чтобы она принимала UAV-картиночку. И это даже будет работать. И будет работать не намного хуже, чем с RGB. Следующее, что может понадобиться, если все-таки нам нужно либо использовать уже существующую какую-то нейросеть, которую мы не можем переобучать, либо мы хотим использовать какой-то уже существующий алгоритм, то нам надо сконвертировать в RGB. Если мы это будем делать с помощью Java или с помощью C++, это будет слишком долго. Потому что Java и C++, они, естественно, запускаются на CPU. И, как вы помните, у нас для того, чтобы собрать один RGB-пиксель, нам нужно взять изначало Y-канал, затем где-то там взять U и V-каналы, и затем пойти в какую-то совершенно другую область памяти, где у нас лежит уже RGB-данные, и положить это туда. И большую часть времени, на самом деле, у нас будет CPU простаивать в этой задаче, нежели чем считать. Поэтому 50 миллисекунд, что вообще неприемлемо у нас, если камера дает 30 FPS, то это примерно 33 миллисекунды получается на обработку одного кадра. Если мы только конвертировать будем 50 секунд, то это совсем никуда не годится. Следующее, что можно сделать, это воспользоваться RenderScript. Там есть встроенная операция для конвертации, как раз-таки UAV в RGB формат, которую производители реализуют очень-очень эффективно. К сожалению, это деприкейтед с Android 12, но оно там еще есть, этим можно пользоваться, и оно работает, получается, в 25 раз быстрее, чем если мы возьмем код, например, из премьера TensorFlow Lite. Вот этот код я замерял время. И это уже гораздо быстрее, и уже с этим можно как-то работать. Если мы притащим к себе в приложение OpenCV, то будет еще лучше. И там эта вообще операция занимает одну миллисекунду. Почему так? То есть OpenCV написано на C++. В чем разница? То, что мы там какой-то свой фор написали на C++, и в OpenCV там какие-то колдуны сидят. Ну, да, там сидят некоторые колдуны, и они могут использовать прямо на ассемблере вот эти вот неонные инструкции, про которые я упоминал выше, и конвертация происходит как бы пачечками. То есть мы не по одному пикселю преобразуем, а сразу пачку пикселей, пам-пам, и преобразовали. В некоторые нейросеютивые фреймворки уже встроены тузы для конвертации форматов, например, в MNN, и мы можем это делать, например, в OpenGL. То есть самим туда забиндить буферы, передать и использовать. Что дальше? Мы либо работаем с Y-каналом, либо с RGB-данными. Чем можно обрабатывать? На удивление, хотя я вот только что говорил, что Yav'e не стоит, именно конвертировать Yav'e не стоит, но обрабатывать можно. И вы можете глянуть вот эту вот библиотечку, которая, там у нее 28 тысяч звездочек на GitHub'е. Она сделана для детекции и распознания QR-кодов и штрих-кодов. И она сделана полностью на Yavi, то есть там обработка изображения тоже происходит на Yavi, и это работает приемлемо быстро, потому что другой тип операции происходит. Но более серьезный подход — это затащить к себе OpenCV, и у него есть очень много плюсов. Во-первых, за счет Neon, как я уже упоминал, он очень быстрый, то есть он в 50 раз быстрее, чем просто написанный вами код на плюсах. Следующий огромный плюс — это в том, что вы можете тестировать, отлаживать ваши пайплайны, обработки изображения у себя на компьютере и запускать потом этот же самый код на Android и на iOS, и это будет работать предсказуемо и одинаково хорошо. А еще он весит приемлемо в мегабайтах. Даже если вы полностью возьмете приближенную ISO-шку и закинете ее к себе, это добавит всего несколько. А если вы потратите некоторое время и настроите компиляцию свою из исходников OpenCV, чтобы он затаскивал только нужные вам операции, то там это вообще будет очень-очень компактно. Следующее, на чем мы можем обрабатывать, это на GPU. То есть у нас у всех в телефоне он есть. И здесь поменьше производителей, чем CPU. В случае здесь всего два — это Adreno и Mali GPU-шки. Но зато больше интерфейсов, как мы можем получать доступ к этой GPU-шке и заставить ее что-то читать. На CPU у нас понятно, мы написали на каком-то языке, он скомпилировался в байт-код, в JIT и выполнился. Здесь же у нас аж, по крайней мере, четыре есть языка, с помощью которых мы можем это делать. OpenGL, Vulkan, OpenCL, RenderScript. И особенность в том, что хоть ядра и гораздо-гораздо-гораздо слабее, чем на CPU, одно конкретное ядро, но зато их много. И если мы напишем правильно и грамотно напишем алгоритм, который сможет задействовать все эти ядра одновременно, то у нас будет очень хороший буст по производительности. С помощью чего это можно сделать? Можно раньше было до Android 12, но на самом деле это и сейчас будет работать же. Но до Android 12 можно было это сделать с помощью RenderScript. Это такой специально для Android ребята сделали язык, на котором довольно-таки просто написать какой-то шейдер. И плюс, и в то же время минус, в том, что Android сам поймет на конкретном телефоне, на котором он будет запускать этот скрипт, на чем лучше запуститься, на CPU или на GPU. Соответственно, минус в том, что это только под Android. И вот интересный момент, что в случае с фоторедактором, RenderScript, который я говорил выше, где мы делали блюр по глубине каждого пикселя, я пробовал это сделать на OpenGL и пробовал делать это на RenderScript. И на RenderScript это получалось гораздо быстрее посчитать, чем на OpenGL. Причем, если там попрофилировать, то в случае моего вот этого шейдера для заблюривания, он выполнялся всегда на CPU. И это говорит нам о том, что GPU это не всегда хорошо, не для всех алгоритмов. Не все алгоритмы можно эффективно запустить на GPU, потому что там сложный блюр в зависимости от глубины. И также есть, не обязательно всегда писать для всех операций свои, какие-то шейдеры на специальном языке. Есть уже некоторый набор встроенных операций, которые работают очень быстро и хорошо написаны за вас уже заранее. Следующее, что можно использовать, наверное, я отсортировал это так по сложности, по степени, по порогу входа. Следующее, что можно пробовать, это OpenGL. По нему много документации, по нему много примеров. Но все равно в нем очень легко ошибиться и сложно отлаживать. Так как шейдеры, вот этот вот код на OpenGL, он приезжает к вам на устройство уже, не уже, а просто в виде строки. И компилироваться он будет уже на конкретном телефоне. И, соответственно, если вы где-то там опечатались, допустили какую-то ошибку, вы не узнаете об этом до момента, когда вы запустите приложение, запустите конкретно этот шейдер. Из того, на что можно посмотреть для ориентира, есть несколько даже библиотечечек GPU Image на GitHub, которые вот работают как раз-таки с OpenGL. Именно ES, то есть не обычный OpenGL, который у нас на компе, это его урезанная версия для мобильных телефонов. На некоторых телефонах может быть поддержка OpenGL версии 3.1, в которых появились компьютер-шейдеры, то есть вообще в простом OpenGL. Там все заточено на обработку картинок, и все операции предполагают, что вы будете работать с картинками. Компьютер-шейдеры расширяют это и дают вам возможность более гибко работать вообще. General purpose GPU получается, да, что используют GPU для разных вычислений. И какая версия будет на телефоне у пользователей, не гарантируется, но можно посмотреть в интернетах таблички, по которым можно понять, какая доля пользователей есть, какая версия OpenGL. И также можно в манифесте прописать, что вы, допустим, отбрасываете пользователя со всей старой версией и работать только с такой-то. Вот еще полезная ссылочка про то, где можно посмотреть по то, как работать с OpenGL в Андроиде. Это примеры от Гугла, которая называется графика репозиторий. Вот там много полезного, можно почерпнуть. Все ссылочки будут еще в конце презентации, и вы сможете скачать с сайта конференции и там походить, посмотреть по этим ссылочкам. Следующее по уровню сложности — это, мне кажется, OpenCL. Его плюс в том, что, по идее, он должен быть быстрее, чем OpenGL. И если посмотреть на то, как работают с ним фреймворки для нейросетей, действительно получается, что OpenCL там быстрее, чем все другие аппи OpenGL или Vulkan. Он, по идее, удобнее в разработке, потому что этот же самый OpenCL вы можете протестировать на компьютере, отладить его и перенести на телефон. Минус его в том, что Google не гарантирует вообще, они не включили его в стандартный набор библиотеки, которые идут с Андроидом, и на телефоне пользователя этой библиотеки просто может не оказаться. Поэтому вам нужно чекать, есть ли там в какой-то специальной папочке System.lips, что-то там, что-то там, ISO для OpenCL, и если нет, то вам придется как-то фалбетчиться на другое. Например, на Самсунгах бывает такое, что этой либо нету. Vulkan, я с ним сразу скажу, что не работал, он мне показался слишком каким-то страшным, сложным. Вообще, в принципе, есть примеры, как работать с ним на Андроиде, но кажется, этих примеров меньше, а профит не такой большой. Хотя вот гугловцы в том же анонсе, где они говорят, что RenderScript деприкейт, они советуют перейти именно на Vulkan и прилагают там некоторые примерчики. Ссылка на их примерчики будет в описании. И поговорили, какие у нас есть обработчики на… чем мы можем обработать на CPU-шке, поговорили, чем мы можем обрабатывать на GPU-шке. Следующий юнит у нас. Оказывается, в телефонах есть не только CPU и GPU, у нас еще есть и NPU. Что за зверь такой? У каждого производителя он свой, и это отдельный чип на плате. То есть у нас есть, ну не обязательно физический чип, но имеется в виду отдельное вычислительное устройство. У нас есть CPU, у нас есть GPU, и отдельно есть NPU, вычислительный модуль. Он у некоторых производителей называется по-разному, там DSP у Qualcomm, или APU у MediaTek, но суть одна и та же. Особенность их в том, что у каждого производителя этот NPU поддерживает свой набор операций и вообще какое-то свое API полностью уникальное. То есть если у нас CPU и GPU-шки, они какие-то стандартизированные, и все производители поддерживают этот стандарт, то NPU вообще не стандартизирован. Каждый делает, что хочет. И каждому из этих… Почему они вообще это делают? Кто этим будет пользоваться? Этим можно воспользоваться, если вы будете использовать их собственный фреймворк для запуска нейросетей, который будет полностью прям утилизировать эту NPU-шку. Но это неудобно, да, то есть нам получается как минимум 4 фреймворка надо с собой таскать, если мы хотим на NPU-шках запускаться. NPU-шки есть не в каждом телефоне, только во флагманских каких-то устройствах. Это неудобно. Поэтому Google сделали NNAP, и если производитель телефона хочет, чтобы у пользователя была возможность использовать NPU-шку, которая стоит в этом телефоне, то он может реализовать под формат NNAP, а фреймворк, например, TensorFlow Lite уже будет работать через вот эту прослойку NNAP. По фреймворкам, когда я в первый раз, мне стала задача что-то запустить, какую-то нейросетку еще там и в видеорегистраторе, и потом в приложении DPTH, тогда все легко гуглится только TensorFlow Mobile. Сейчас он деприкатит, сейчас вместо него будет гуглиться TensorFlow Lite, потому что Google его активно форсит, везде проталкивает, рекламирует, и может показаться, что это вообще весь мир нейроссей на телефоне. Но нет, мир нейроссей огромен. Вот здесь неполный список того, с помощью чего можно запускать. И, на мой взгляд, стоит обратить внимание вот на эти три фреймворка. Первый, понятно, это Tetherflow Lite от Google. Он хорош тем, что много примеров от самого Google. Куча есть уже готовых моделей, которые вы не тренируете, вообще ничего не делаете, просто берете и используете в этом фреймворке. И сейчас он активно прям развивается. Он поддерживает разные фишки выполнения, как на процессоре, то есть он, естественно, использует Neon, эти SIMT операции, так и фишки с… у него есть бэкэнд на OpenGL, есть бэкэнд на OpenCL, есть поддержка NNAP, то есть он довольно-таки такой продвинутый технически. Но по моим замерам, и у меня есть приложунька-бенчмаркалка некоторого подмножества этих фреймворков на GitHub, заходите по ссылочке Glianti, он не самый быстрый. На что стоит обратить внимание? Стоит обратить внимание на вот этих вот два китайских фреймворка. Один от разработчиков PUBG Mobile, другой от разработчиков AliExpress, TNN и MNN. Они тоже очень активно пилятся, и по моим замерам, по крайней мере, на некоторых модельках, они показывают наилучший результат. Что еще можно глянуть? Это можно глянуть OpenCV. Хоть в OpenCV и нету поддержки вычислений на GPU, но зато там, благодаря опять-таки тем же самым Neon операциям и хорошо написанному коду, некоторые модельки будут выполняться довольно-таки приемлемо по скорости. И вам не придется тащить еще одну библиотеку, если вы там какую-то мелкую сеточку хотите погонять, то можно делать это в OpenCV. Например, вот знаки распознаются в видеорегистраторе, прямо в OpenCV, потому что картиночка маленькая, сеточка маленькая, считается все приемлемо быстро. Там особо никакого ускорения GPU и может не требоваться. Есть сайт такой замечательный AI Benchmark, на котором можно посмотреть, там, наверное, пожалуй, все в этом списке есть телефоны, которые сейчас представлены на рынке. Они отсортированы по тому, как они решают, вычисляют какие-то сеточки на телефоне прямо у вас. Можно поставить это приложение, прогнать, посмотреть, сколько ваш телефон берет попугаев. И здесь же, вот здесь, естественно, не влезла, там огромная таблица. Там есть то, с помощью каких ускорителей вычислялась эта моделька. То есть есть ли поддержка на телефоне NNAPI, насколько она полезная. Есть ли поддержка других бэкэндов для вычислений. Можно сориентироваться. Если, допустим, вот у меня, помимо того, что я представил, в начале были проекты, которые не выкладывались в Google Play, то есть для какого-то завода мы делали штучку с компьютерным зрением. И если у вас похожая будет задача, можно зайти сюда и посмотреть, какой телефон стоит, или там планшет стоит взять для конкретного вашего задачи. Если вы можете контролировать набор устройств, на котором будет выполняться ваша программулина. И последнее, наверное, что хочу сказать про нейросети, что для нейросетей очень важно, это архитектура. И даже одна какая-то лишняя операция, которую можно заменить на другую операцию, которую вообще можно выкинуть, и, возможно, ничего не поменяется, может сломать всю производительность. Поэтому, когда вы запустили нейросетку на телефоне, обязательно я вам рекомендую профилировать ее. Во многих фреймворках есть такие встроенные туза, которые покажут вам, сколько времени занимает какая операция в нейросети. И если есть какой-то перекос, что у вас там операция вызывается один раз, а занимает там 90% времени, то 100% нужно что-то как-то разбираться с этой операцией. Здесь же, например, что мы можем видеть на этом скриншоте, что у нас чаще всего вызывается операция конволюции, но она занимает больше всего. Конволюция сама по себе тяжелая, плюс она вызывалась больше всего раз. И, в принципе, логично, что она заняла большую часть времени. То есть в этом случае с архитектурой все ок. Если бы было такое, что, например, вот какая-нибудь другая операция, Интерп, она вызывалась один раз, но она бы занимала там 90% времени, то, естественно, нужно что-то с ней делать. Итак, переходим к последней части доклада. Мы с вами разобрались, какие у нас есть камеры, какие у них форматы, как мы можем получить сам кадр с камеры, как мы можем понять, хороший он, плохой, на чем мы можем считать, как прогонять нейросеточки. Пора уже отобразить результат пользователя, для чего мы вообще это все считали-то, старались. Здесь есть несколько тонкостей, может быть, нюансов, связанных с тем, что если вы направите поток с камеры сразу на превьюшку, то есть мы камере передали какой-то там texture view или surface view, и она сразу напрямую рисует, потом мы что-то там посчитали, посчитали, посчитали и пошли нарисовали поверх, то у вас гарантированно будет проблема, связанная с тем, что пользователь навел, то есть он вводит телефоном, у него на экране, в принципе, то же самое, как видит камера в данный момент, но ваши распознавания, они как бы отстают. Вот здесь я не знаю, насколько видно, но вот здесь есть некоторый лаг. И на экране телефона у пользователя это будет очень сильно заметно, то есть он ведет, а ваше вот это распознавание или какая-то там дополнительная информация, которую вы вводите, она постоянно встает, постоянно она будет догонять актуальный текст. И это очень бросается в глаза, потому что все внимание пользователя сосредоточено на экране телефона, и он видит тоже там отставание, какие-то лаги. Что можно сделать? Можно не отображать кадр сразу же. То есть мы получили кадр от камеры, вот у нас есть массив байтиков, мы его сразу же, конечно, отправили распознаваться, что-то там считаться, и мы его не рисуем. Мы его держим, держим, держим. Когда получили только результаты, то тогда мы рисуем одновременно и сам кадр, например, с помощью OpenGL того же, и результаты, то, что мы на нем распознали. И получается, что у нас будет perfect match, друг на друга будет накладываться, и даже несмотря на то, то есть мы задержку-то никуда не убрали у нас по времени просчетов, вот этих всяких вычислений, осталось то же самое, но несмотря на то, что на экране телефона у пользователя отображается не совсем то, на чем он навел телефон, то есть с некоторой задержкой, но так как все внимание у него на экране, то вот эта задержка от реального мира, как это было, например, в самых-самых первых в Siemens-телефонах, когда 1,3 мегапикселей камера, когда в Voice она отстает, это не так заметно, как если будет отставать распознавание. Стоит об этом задуматься, если хотите сделать хороший user experience. Например, так мы делаем это в Яндекс.Переводчике, чтобы идеально перекрывать текст, который мы перевели, оригинальный, наоборот, оригинальный текст перекрывать тем, который мы перевели. И еще один момент. Например, в Яндекс.Переводчике мы не можем делать перевод, распознавание текста, и вот это все, каждый кадр. То есть мы не можем 30 раз в секунду распознать весь текст, а текста может быть довольно-таки много, если мы, допустим, взяли и переводим там страницу текста. И тем более мы не можем 30 раз в секунду уходить на сервер за переводом этого текста. Поэтому что мы делаем? Мы выбираем один хороший какой-то кадр, на нем распознаем весь текст, посылаем запрос на сервер, дожидаемся перевода, отрисовываем результат в битмапу и храним эту битмапу. То есть мы не будем на каждом кадре. Мы результат, переведенный вот этот текст, мы его отредили и сохранили. Но какая возникает проблема? Мы не можем постоянно показывать один и тот же результат, так как у нас это реал-тайм, и пользователь может немного двигать телефоном, еще что-то. То нам нужно как-то этот результат подстраивать под то, как изменилась сцена. Если она изменяется не сильно, то мы можем сделать это с помощью трекинга. В OpenCV есть некоторые встроенные фишки для этого. Например, TLT трекер. Что он делает? Он помнит, как выглядел кадр. Я условно очень абстрактно расскажу, что у нас условно есть какие-то фишки, фичи, которые трекер запомнил с кадра, на котором мы перевели наш текст. То есть в данном случае вот какие-то он точки здесь, допустим, запомнил. И у нас есть текущий кадр, который пришел вот только что с камеры. И мы можем эти же точки попытаться найти на новом кадре с камеры. И смотря на то, как переместились эти точки в пространстве и как переместились эти точки в зависимости друг от друга, то есть они стали, допустим, дальше. Это значит, что у нас пользователь приблизил камеру телефона к тексту, и нам нужно вот эту нашу битмапу поскелить вверх. Если они там становятся ближе друг к другу, то, соответственно, надо их уменьшать. Если они там крутятся, то мы, соответственно, крутим нашу битмапу. То есть у Canvas прям есть этот метод для того, чтобы передать вот эту матрицу гомографии, которую мы получаем от трекера, которая говорит, как нужно покрутить наше вот это исходное изображение так, чтобы оно стало таким, какое у нас текущее изображение. Мы крутим с помощью этой матрицы нашу битмапу и рисуем. И получается неплохо. Плюс в том, что мы трекер этот можем запустить и 30 раз в секунду. И на самом деле он работает меньше, чем 33 миллисекунды на хороших телефонах. И вот у нас в версии на iOS мы даже иногда удается запускать его в 60 раз в секунду. То есть это очень быстрая операция. И таким образом мы можем это делать. Заходите в Google Play, прямо сейчас скачивайте Яндекс.Переводчик и смотрите, как это работает. Вы будете двигать телефончиком и как текст не будет повторно распознаваться, повторно переводиться, а будет рисоваться тот же самый. И на этом у меня на самом деле на сегодня все. По поводу трекера. Следите за программой Mobius. Может быть, там будет доклад, который будет очень подробно со всеми техническими деталями рассказывать, как работает трекинг, например, Яндекс.Переводчика. Следите за программой Mobius, если интересна эта тема. Еще заходите обсудить вот по этой ссылочке. Это мой телеграм-канальчик. И к нему прикручена группа для обсуждения, которая называется Android GPU. Там классные, красивые парни, и девчонки тоже, обсуждают камеру, обсуждают нейросети. И, в общем, заходите. Это вот мои личные контакты. Ваши вопросы лучше задать прямо сейчас, чтобы мы в прямом эфире их обсудили. Но если вдруг все-таки после презентации у вас появится, не стесняйтесь, пишите мне в ЛС. И у нас в Яндексе есть вакансии. Прямо вот заниматься трекингом, прям заниматься фотопереводом нам в команду. Мы ищем. Приходите ко мне за рефералочкой. И будем работать, если вас заинтересовала эта тема. В конце презентации, как я уже упоминал, здесь есть несколько сайтов, слайдов с полезными всякими ссылочками. Вот, скачивайте презентажку и смотрите. На этом у меня все. Вов, наверное, можно обсудить, да, какие у нас там результаты опросников и есть ли какие-то вопросы. Да, привет еще раз. У нас, к сожалению, осталась только минута, поэтому мы, к сожалению, не сможем ответить на вопросы прямо сейчас. Но они есть в чате. Давайте обсуждать их в дискусемке. Ссылка должна быть у вас под консляцией. Пойдемте туда. Дим, тебе спасибо большое за доклад. Мне было очень интересно. Поэтому давайте продолжим обсуждение в Zoom. Всем спасибо. Подписывайтесь на вот эти вот ссылочки и приходите еще слушать дальнейшие доклады Техтрейна. Пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok